Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Вот эти счета, которые они получают и, видимо, еще получат в январе, когда и зима была соответствующая. Вот есть разные мнения у экономистов. Знаете, как у юристов, сколько экономистов, столько мнений. Почему это происходит? Ну, сторонники такой жесткой макроэкономической политики говорят о том, что вот такая инфляция – это еще и следствие, как кто-то сказал, разбрасывания денег с вертолета. Ну, мы помним субсидии, гранты, вот эти единовременные пособия на каждого ребенка, пенсионерам. И все это создало, как бы, такую большую массу незаработанных, я так можно сказать, денег, которые создало такую инфляционную нагрузку. Это одно объяснение. Ну, второе объяснение – это все, что связано с холодной зимой, с повышенным спросом после локдаунов. Ну, как вы это объясняете? Или это такая концентрация всех факторов? Я думаю, это все-таки концентрация всех факторов. И вот такого одного фактора видеть очень сложно, потому что, правда, очень много чего совпало с начала пандемии. И сильный упадок экономики, потом сильный прирост, возвращение к предыдущему уровню. Мы уже видим, латвийская экономика тоже достигла предыдущего уровня. Не всех отраслей, некоторые уже перевисели, некоторые, особенно в услугах, что там ситуация плакает. Так что, ну, такая неравномерная, неравномерный рост экономики. Потому что, да, тут, правда, очень много факторов совпало. Я соглашусь с тем, что эти все меры по поддержке экономики тоже, создавание денег, трата денег в каком-то мере способствовали росту инфляции. Но я думаю, тоже фактор, что просто экономистами и бизнес, в принципе, ну, такого хода дела не ожидали, что так быстро экономика возвратится к предыдущему уровню. И в многих отраслях, ну, просто, скажем так, производство, промышленность не успевает за тем спросом, который сейчас имеется. Но это касается и энергоресурсов, и, конечно, это тоже один из таких факторов, ну, почему сейчас, если мы смотрим в экономике, самый, ну, такой сложный вопрос, или, ну, который, я бы сказал, экономистов все больше волнует, это вопрос по ценам энергоресурсов, почему такая ситуация произошла. Но там, вправду, очень много факторов и природные условия, там, ну, за последний год в Европе, и политические, наверное, какие-то основания между Россией и Западом. Очень-очень много факторов совпало одновременно, ну, довольно короткий промежуток времени. Ну, почему вот мы сейчас вот оказались в такой ситуации. Ну, и, конечно, если мы смотрим по факторам, то там трудно сказать, которые из них важнее, и поэтому прогноз дать довольно сложно, потому что, как бы, прогноз исходит из того, из-за причин, почему такая ситуация сложилась. Если это в основном природные условия, или просто производство не успевает за спросом, то это, конечно, вопрос времени, и, наверное, ситуация улучшится. Ну, можно и какие-то другие сценарии обрисовать, но я все-таки склонен к мнению, что это сложение очень многих факторов одновременно, в принципе. Вот понятно, что в пандемии у правительства были другие заботы, но, может быть, сейчас, с учетом вот этого, ну, условно-энергетического кризиса, возникла необходимость, ну, пересмотра вообще понимания готовности к тем или иным, вот, не знаю, чрезвычайным ситуациям. Ну, вот, по-моему, в передаче Домбурса это прозвучало, что у нас нету, оказывается, государственных резервов газа. И когда говорили о том, что надо бы вот газ, извиняюсь, у Каунса, вот представители вот энергетического сектора говорили, подождите, подождите, там же частный газ, частным компаниям принадлежит, государству там ничего не принадлежит. Ну, может быть, это неправильно, может быть, нам надо думать о резерве газа, о новых подходах к выработке электричества, ну, то есть создавать какие-то вот, ну, такие запасные варианты, а не просто сидеть и ждать, и, говорит, мы энергетически независимы. Ну, и что толку, что мы эту фразу произнесли? Ну, да, я думаю, эта ситуация, она как бы подчеркивает какие-то слабые места. Если мы смотрим на лучший сектор энергии, то, ну, за последние, особенно, 5 лет, даже больше, Европа и, в принципе, мир привык к дешевому газу. И дешевый газ, он был доступен на мировых рынках, мы тоже думали о построке терминала, для импорта жидкого газа, то есть, и это, как бы, и мы в многих местах перешли на рыночный механизм, то есть, даем рынку, как бы, улаживать все эти, как бы, спрос с поставками и находить цену, то есть, очень полагаемся на рыночный механизм. Ну, тут мы увидим, что, да, ситуация сложилась такая довольно неожиданная, и что, как бы, что-то в этой системе, ну, может, настолько хорошо не работает. И, конечно, это в какой-то мере нужно учитывать в плане всего этого, скажем так, зеленого курса или планов отказаться вообще от фасильной энергии, перехода на зеленую энергию, то, конечно, эти риски, которые сейчас мы видим с поставками, с ценами, с надежностью, скажем так, системы, их, наверное, тоже нужно учесть, так как, правда, за последние 5, даже 10 лет в Латвии цена на электричество была очень стабильная, очень низкая. У нас в основном проблема создавалась с ОИКом, где были субсидии для создания вот прям этих зеленых, скажем так, мощностей по разработке энергии. Ну, вот у нас даже вот эта цена была, самый главный вопрос о безопасности поставок. Ну, когда вся ситуация, все очень хорошо, можно легко забыть. Да, и сейчас вот с либерализацией рынка, и, вправду, у государства таких вот своих резервов нет. То есть каждое самоуправление, каждый бизнес, который работает, который покупает газ, он, в принципе, сам думает, как он будет покупать, там, долгосрочные контракты вперед или за рыночную цену. И поэтому мы даже видим сейчас, вот, цены поднялись на рынках, очень сильно поднялись. Но мы тоже понимаем, что рыночная цена, довольно мало кто платит на данный момент рыночную цену. То есть у каждого свой контракт, у каждого свои договоры. И ситуация, как у домохозяйств, очень сильно отличается, ну и у предпринимателей. И даже отопление, видим, например, Рига закупила там газ в прошлом летом, когда цена была намного ниже. Мне сейчас доводилось слышать у некоторых тоже новых проектов, где отопляется газом, что где газ уже очень дорогий, ну, там, похоже, что уже цена идет близко к рыночной. То есть ситуация очень-очень отличается, и, конечно, это отличается и то, что люди платят за электричество, за отопление. У некоторых уже очень сильно подросли, у других это только в новостях слышат, а в своих счетах еще как бы это не видят. Да, вот такой вопрос, который не могу вам не задать, что касается вообще поведения людей в условиях пандемии. Я имею в виду финансовое поведение. Казалось бы, что когда кризисы, ну, люди должны как бы зажиматься и откладывать деньги на черный день. Даже класть их на депозит банк, не знаю, класть их в стеклянную банку прятать. Но мы видим, что как только вот этот, ну, не знаю, люфт открывается, чуть-чуть снижаются эти ограничения, ослабляются, люди бегут тратить деньги. Я понимаю, что, может быть, не все бегут, но вот это что? Это чисто такая психологическая реакция или я не прав, и люди продолжают откладывать? Вообще объем денег на депозитах растет, вот что, по крайней мере, не знаю, может быть, на примере Цитаделла вы что-то сможете сказать? Объем растет, но, скажем, таких, этот темп прироста, он уже снижается. И, правда, мы видели в начале пандемии, в прошлом году, что да, особенно в первой волне, но и во второй волне накопления сильно подросли. То есть люди были осторожны, не тратили. Сейчас я думаю, мы такой тенденции уже не сильно наблюдаем. Да, когда правительство, например, мы идем в этот локдаун, мы закрываем магазины, да, мы тратим меньше, но мы тратим больше в интернет-магазинах. Люди даже, некоторые уезжают за границей, проводить время в Индии, что траты вне Латвии тоже повышаются. Ну, там, конечно, много факторов, что покупаем в интернете что-то. Но вот таких тенденций, что как бы уже само опасение по поводу вируса, что распространяет этот вирус, это уже влияет на траты людей. Я бы сказал, уже этот эффект, если он существует, он намного меньше. Тут больше уже на данный момент влияет ограничение со стороны государства. Ну, накопления все еще растут, но растут за счет того, что доходы людей продолжают повышаться. Мы видим, что средняя зарплата, там, прирост 10%. Это, я думаю, немного преувеличено, так как снизилась занятность в секторах, где средняя зарплата ниже. То есть, это как бы сразу аритметика, что если там меньше человек работает, то это повышает среднюю зарплату. Ну, мы видим и по нашим данным, по данным наших клиентов, что люди на свои счета получают больше денег, чем в прошлом году. Ну, такой, я бы сказал, около 10% прирост доходов наблюдается. Конечно, много там государства, мы видим, и всякого вида пособий, в первые половины года. Сейчас мы, наверное, в декабре уже получаем запростой, который был сейчас в конце октября, в ноябре. Ну, так, общий прирост доходов наблюдается. Я думаю, сейчас уже больше вопрос инфляции, так как прирост доходов, он неравноверный. Ну, и, конечно, темп инфляции уже довольно высокий. Мы видим, что это уже негативно как-то сказывается на ощущения потребителей. Там уже какие-то негативные тенденции можно наблюдать. Да. Вот еще такой вопрос, он, понятно, что связан с налоговой политикой. Ну, вот, пример, мы знаем, что сейчас большинство членов коалиции не согласились с предложением Министерства экономики снизить ПВН, ну, или НДС на газ, электричество. И есть два объяснения. Вот объяснение, которое публично прозвучало, что, вы знаете, ну, все-таки это не даст такого эффекта, который там можно ожидать, вот, снижения НДС. Но есть и другое объяснение, что, ну, денег и так много потрачено на пандемию, и продолжать снижать поступление в бюджет становится весьма опасным. Мы знаем, что в следующем году государственный долг превысит 51% от ВВП, но это очень много. Ну, да, я думаю, тут, конечно, вопрос того, что понижение НДС не дает пользу предпринимателям, особенно те, которые работают на экспорт, это, я думаю, довольно основательная причина. Но, я думаю, тут еще один фактор, мы видим, что в следующем году выборы, и сейчас снижать НДС, я думаю, очень большая, ну, такая осторожность, что потом не будет возможно политически его поднять обратно, то есть, ну, потому что поднимать налоги перед выборами, конечно, мы понимаем, ни один политик, особенно те, которые у власти не хотят это делать. Поэтому легче как-то, ну, делать это другими инструментами. Но я тут думаю, этот разговор, он будет продолжаться, так как мы видим сейчас еще в январе февраль цены на электрические цены на газ в Европе очень высокие. То есть, я думаю, мы еще не видели тут максимальную... Еще максимуму не достигли, да? Да, 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 максимум не достигли. Ну, а потом, я думаю, очень-очень важный вопрос, по какой цене мы будем закупать газ на следующий отоплительный сезон. Потому что на этот отоплительный сезон мы закупали летом, когда цена была намного меньше нижней цены. Но если мы выйдем по договорам на следующее лето, на следующую осень, то мы видим, что, в принципе, уже рынок ожидает, что дорогой газ будет оставаться на 2-3 года. Это уже не только на эту зиму, но и есть уже опасения, что, в принципе, мы будем дорого платить и в следующей зиму. То есть, это означает, что мы не можем исключать, что в следующий отоплительный сезон, например, в Риге, цен еще пойдут вверх. И это, конечно, касается тоже электричества, потому что не у всех тариф пересмотрен. У них, как бы, договорит, там, 2 года, то есть цена фиксирована, у них это уже пересматривается. Там очень много разных ситуаций. Поэтому то, что мы уже, скажем так, можем ожидать какое-то снижение цен, например, на середине следующего года, я бы был крайне осторожен. В каких-то местах, да, те, которые работают по биржевому тарифу или покупают электричество, домохозяйство по биржевому тарифу, я думаю, да, там цены будут снижаться, но в многих других ситуация такая и может не быть. Поэтому, думаю, к этому вопросу этот разговор, он не закончится на этом. Я думаю, мы будем продолжать его. Я думаю, будут приближаться выборы, будут приближаться следующий отоплительный сезон. Этот вопрос еще будет очень актуальным. Что касается роста экономики, мы знаем, что есть разные прогнозы, которые делает и Европейская комиссия, и наши экономисты, и Банк Латвии. Вот можно ли ожидать значительного прироста экономики? За счет чего это будет происходить? Неужели только за счет инфляции? Ну, если мы смотрим по прогнозам, и мой прогноз, более такой осторожный, но такой реальный прирост, исключая инфляцию, совершит там 4-5% ожидается. Это, я бы сказал, довольно большой прирост, особенно при том уровне инфляции, который мы сейчас наблюдаем. Но тут несколько факторов, которые дают поводу оптимизма. Во-первых, мы смотрим на промышленность, на экспортный сектор, и там ситуация хорошая, спрос на мировых рынках все еще очень большой. Там есть и реальный прирост физического объема, и, конечно, прирост цен. То есть мы продаем свои товары дороже. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, не очень. И цены у нас поднимаются. Второе. Мы видим со стороны государства, в следующем году большие инвестиции идут в строительство. Там и этот фонд поздравления европейской экономики начали на деньги поступать. Ну и из госбюджета мы видели. Министерство финансов предлагало дополнительные расходы 300 миллионов евро. В начале разговоров на бюджет одобрили бюджет. Там почти 700 миллионов дополнительные затраты. На следующий год очень много для дороги, для самоуправления дополнительные деньги выделяются. Ну и год выборов у нас обычно хороший год для строительства. Так что там деньги будут. Вопрос цены, конечно. Вопрос цены. Сумеем построить ли мы больше или просто построим мы дороже? Там, я думаю, очень разокрытые вопросы. Говоря с людьми, которые работают с закупками, ну там очень большие опасения, сможем ли мы реализировать все, потому что просто цены идут вверх. Ну и третье. Ну все-таки мы надеемся, что в какой-то момент пандемии, ну не знаю, кончится ли мы просто научим все жить с этим вирусом. Но все-таки у нас совершенно много услугных отраслей, где экономическая активность сильно ниже, ну такой нормального уровня. То есть там потенциал роста довольно высокий. В момент, когда мы можем снять, ну не, скажем, все ограничения, хотя бы большинство ограничений. Но это потенциал, когда мы можем это делать, уже, я думаю, трудно сказать, новые варианты ковида, непонятно, более или меньше опасные, чем предыдущие. Ну там очень-очень много неясно. Ну, если складывать вместе, да, внешний спрос хороший, внутренняя экономика, очень много денег поступает в строительство, так что есть довольно много таких позитивных факторов, которые должны влиять позитивно на рост экономики. Ну, конечно, есть и риски, мы можем говорить о тех тоже. Да, вот хорошую тему, когда мы подняли вот этих всех ограничений. Понятно, что какие-то определенные ограничения надо вводить, когда вот пандемия свирепствует, но тоже создаётся такое ощущение, что иногда вот тут логики не хватает, не знаю, я никакой не сторонник азартных игр, но когда, допустим, им запрещают работать вообще, и вместо этого мы все налогоплательщики их просто финансируем, да, вот каждый месяц они получают какие-то баснословные компенсации, уже министр финансов говорит о том, что, слушайте, ну а мы долго будем вот этим вот заниматься, просто какую-то отрасль бизнеса просто содержать. Да, ну должна ведь какая-то быть логика во всём этом. Да, я думаю, ну я тоже согласен, что не все наши решения там логичны, я думаю, тоже самое, можно говорить о запрете торговать на выходных. Абсолютно, да. Но сейчас уже это решение отменили, потому что мы видели, что таких ограничений, например, в Литве и Эстонии не было, если мы смотрим по тенденции с ковидом, ну там, в принципе, ситуация почти одинаковая во всей балке. То есть мы можем, ну я думаю, сделать вывод, что и есть ограничения, и есть какие-то меры, которые мы принимаем, которых, наверное, на уровень заболевания очень мало влияет. Но, конечно, правительство тоже делает это решение, исходя из, ну скажем так, неполной информации, мы всё очень много не понимаем о вирусе, и из, ну таких политических оснований, у нас много разогласий, те же азартные игры сейчас, и довольно большой политической споры между партиями. Так что это тоже, как бы, не только пандемия, но и политические основания, и идеи, почему такие меры принимаются. Ну, конечно, мы смотрим, да, у нас очень много, я бы сказал, таких ограничений по экономике, так как, ну, конечно, государство, магазин закрыть легче, чем, ну, не знаю, там, проконтролировать, насколько заполнен общественный транспорт, или, ну, частные, там, встречи, там, исконтролировать, там очень сложно. Магазин закрыть легче. Это правда. Такой, может, последний вопрос, что касается, мы знаем, что премьер еще в начале года заявил о необходимости такой реиндустриализации, ну, то есть, фактически, создание какого-то, я так понимаю, какого-то инновационного производства или производств, да, потом прозвучали разные идеи о том, что, может быть, нам нужно вот больше фондовый рынок, как-то поддерживать, акционировать те или иные компании, муниципальные даже, выходить вот на биржу, но пока это ничего не происходит, вы считаете, это правильно вообще путь, это вот что-то даст, как-то будет стимулировать экономику, может, до сих пор казалось, что вот у нас прирост идет главным образом за счет, естественно, в сфере услуг и за счет вот этих еврофондов, сейчас вот будет фонд стабилизации, вот деньги идут, и вот за счет этого идет экономическая, как бы экономическая активность. Я бы не сказал, что только из-за этого, но все-таки, если мы смотрим по экспортным отраслям, то, в принципе, везде, и в промышленности, и в услугах, ну, довольно такой стабильный рост идет, и в услугах там, и в бизнес-услугах у нас почти 10 лет, там, порядка 20% в год прирост экспорта будет, так что там вот есть вот все хорошие, которые хорошо развиваются. Вопрос по действию государства, ну, то это, конечно, это реиндустриализация, ну, я думаю, это все-таки такой более, ну, такой шаг, скажем так, общественных отношений, там, маркетинг, как мы понимаем, что у государства таких инструментов довольно мало. У нас, да, сейчас прирост хороший в промышленности, но это происходит за счет мировых рынков, просто на мировых рынках, спрос на товары большой, хороший, и если мы смотрим на тенденции нашего экспорта, то, в принципе, ну, даже не у нас, вся Балтия, мы растем в одном темпе с мировой торговлей. То есть, если мировые рынки растут, мы этим воспользуемся и растем вместе с ним. Что, в принципе, хорошо, что говорит, что у нас конкретные способности, все хорошо, то есть, мы можем воспользоваться хорошей ситуацией на рынках. Ну, конечно, ну, какие-то инвестиции, какие-то новые направления, или, ну, это все-таки частный секретный бизнес создает государству. Ну, мы видим, в начале ковида тоже были планы, там, какие-то адаптации, там, ну, воспользоваться этой ситуацией, ну, какие-то дополнительные инвестиционные программы. Ну, пока что от этого результата, наверное, ну, какой-то, наверное, есть, но все-таки в основном экономика идет своим ходом, предприниматели работают и ищут возможности, и находят возможности, и с этим и растем. То есть, тут у государства, наверное, все-таки нужно заниматься своими основными задачами. Это, конечно, вот, например, попасть в пандемию, или, я бы сказал, энергетический сектор. Это тоже, ну, все-таки задача государства. Ну, стратегически на это смотреть и принимать решения, ну, такой долгосрочной перспективы. Поэтому, то есть, я думаю, все-таки оставим те вещи, которые, где частный бизнес лучше делает частный бизнес. Да, и последний такой, может быть, вопрос. Понятно, что тяжело сейчас что-то прогнозировать, но можно ли говорить, что в следующем году, ну, нет предпосылок для какого-то серьезного экономического кризиса, не только в Латвии, но в Европе, что типа то, что было 2008-2009, нас не ждет, или вот так вот сказать 100% нельзя? Ну, 100%, я бы никогда не говорил, что есть, конечно, какие-то ситуации, что можно, когда полностью неожидаемые, конечно, мы видим, что, например, геополитическая ситуация в мире, ну, довольно обостренная и в нашем регионе, там, с Россией, Украина, и Иран, Израиль, и Китай тоже, ну, много, много таких точек, где что-то может произойти, произойдет, не произойдет, не знаю. На финансовых рынках тоже, ну, есть какие-то рисковые факторы, минимум, сейчас довольно большие перемены в Китае идет, и в том числе с вот, недвижимость, там, там, и активность сильно упала, и там, большие развиватели и идут нам платежные способности, там очень много тоже таких колебаний, ну, если мы смотрим, ну, какие-то признаки сторможения мировой экономики есть. Признаки кризиса, да, таких очевидных нету, но, и надеюсь, что не будет, но, в принципе, нам нужно понимать, что мы сейчас достигли очень хороших результатов в Латвии, ну, по поздравлению экономики, то есть, БВП был вновлен в предыдущий уровень, тоже касается США, в принципе, Европа, но достигли мы за счет очень, очень большой поддержки соственных центральных банков и соственных госбюджетов, то есть, уровень дефицитов большой, долги проросли, сейчас вот инфляция идет, и это очень сильно ограничивает возможности государства, ограничивает возможности центральных лайнеров, поддерживать экономику, если что-то произойдет. и тут, я думаю, мы все еще должны увидеть, как экономика пойдет своим ходом, когда мы будем этих мер поддержки все-таки убирать. Мы видим уже США, в следующем году собирается там два-три раза повышать процентные ставки, мы видим в Европе, наверное, в 2023 год будет возврат каким-то фискальным правилам, то есть, у нас нужно будет снижать уровень действий за госбюджет, и это, конечно, будет, ну так, тормозить экономику, и, конечно, надеемся, что частный сектор, что экономика уже, как бы, идет своим ходом, и не нужна поддержка, ну, полностью уверены мы в этом не можем быть, но, я думаю, сам факт инфляции и негативно влияет на способность, ну, я думаю, вот это кризис энергетики, цен энергетики имеющего под полную, скажем так, влияние этого кризиса не увидели, это влияет уже на промышленность в Европе, на те же уже другие цены, на удобрения очень сильно подросли, то есть, я бы сказал, есть поводы опасения, таких, чтобы сказать, что у нас какой-то кризис, сейчас будет, ну, нет, таких нету, ну, то, что экономика будет тормозиться к второй половине 22-го года и может у нас уже на экспортах ситуация не будет настолько хорошая, как сейчас, это вполне возможно. Спасибо большое с наступающим праздником, Маратин Чабальнич был у нас на прямом эфире посредством Зума, экономист банка Цитадела, большое спасибо. Спасибо и с праздником у нас тоже. Радио Болткома Редактор субтитров